ребята всем привет хотел показать вам свой капельный полив я его делал в марте этого года купил я в интернете турецкую слепую трубу двухслойную толщина стенки полтора миллиметра в конце ролика я расскажу вам почему я не рекомендую ее также купил тройники уголочки купил капельницы регулируемые но это еще одна была моя ошибка это да это крана с магистральной трубы на капельную капельный полив буду делать вот на этой клумбе замахался честно говоря я ходить с поливалками и шлангами очень долго и шел капельному поливу почти четыре года ну наконец-то сделаю и вот здесь будет полив магистральный трубопровод я сделал сам в принципе сложного в этом особо ничего нет труба магистральная у меня из пнд трубы 32 диаметр здесь я сделал центральный кран подачи воды тут вкопана труба буквально вкапывал на один штык лопаты смысла вкапывать глубоко я не вижу ее главное закрыть от солнца здесь стоит тройник с резьбой три четверти в которые вкручен кран открываем краник подаем водичку сразу могу вам сказать буквально через час после монтажа я отказался от этих регулируемых капельниц из 50 штук буквально большая часть была бракована остальные вовсе не регулировались или не подавали воду поэтому я решил их заменить на капельницы компенсированные фирмы пресс то у меня их стоит больше 70 штук и ни одна капельница не была бракована везде водичка идет здесь немножко больше напорчик это капельницы 4 литровые здесь тоже водичка идет под сосной тоже порядок хотел вам показать вот под гибискусом регулируемая но она просто не регулируется ее нужно также заменить под гортензию так как она водохлеб я поставил 8 литровую под магони остались также регулируемые капельницы две штуки но 80 литров в час для магони это будет слишком жирно они также не прикручиваются то есть они очень плохо регулируются здесь тоже порядок четыре года мечтал о капельном поливе все ходил о чем-то думал мечтал наконец-то вот решился сделал здесь тоже полный порядок под виноградом вот две также регулируемые но надо убрать как умные люди сказали что винограду столько воды не нужно поставлю наверное туда вместо две двухлитровые здесь тоже порядок под розой тоже порядок в общем для себя я сделал вывод если делать капельный полив то капельницы надо использовать только компенсированные с ними проблем точно не будет вот вторая грядка где я также сделал капельный полив здесь идет магистральная труба 32 пнд здесь стоит заглушка и два стартовых крана на капельный полив открываем краник подаем водичку так здесь также итак смотрим здесь водичка сразу пошла под розами здесь тоже течет вообще с этими капельницами вообще полный порядок здесь тоже ни с одной капельницы у меня не было проблем чтобы я их вытягивал что-то переделывал здесь также возможно если конечно покупать регулируемые капельницы итальянского производства с ними тоже проблем не будет но разница существенная но они стоят очень дорого по 12 гривен за штучку и когда вам нужно их больше ста штук то это конечно получается здесь я поставил тройничок и эта трубка у меня вкопано через тропинку и идет на другую небольшую клумбу под елочкой порядок течет здесь тоже все хорошо здесь что-то немножко маленький такой ладно чуть позже подрегулирую под розы я оставил капельницы четырех литровые а вот на большие можжевельники это барбарис тоже 4 на 4 литра поставил а вот под такие можжевельники я уже ставил восьмилитровые когда у вас декоративный камень на клумбе или допустим замульчирована сосновой корой то частично трубу можно в принципе полностью замульчировать можно частично замульчировать ее практически видно не будет здесь тоже нормально под этим можжевельником тоже 8 литровая стоит хризантема не 4 литровая тоже все в порядке вообще сам капельный полив я делал в марте месяце в середине и хотя было плюс 15 температура очень сильно намучился и с этими капельницами и с этой капельной трубой вот поэтому самого монтажа я не заснял но ничего я принципе буду еще делать капельный полив на даче и здесь нужно сделать несколько клумб я обязательно поставлю камеру и покажу все капельницы компенсированные работают в отличие от тех которых я изначально покупала регулируемых которые не регулируются своей работой я доволен в принципе получилось все очень даже хорошо но вот такие капельницы я не рекомендую есть такие же только черного цвета и итальянские можно их попробовать вот мой вариант фирмы presto черная на 4 литра синяя на 8 литров теперь по поводу трубы для того чтобы одеть на эту трубу тройник или уголок мне пришлось помучаться из-за того что труба полтора миллиметра толщиной стенки мне просто пришлось эту трубу кипятить в чайнике по 5 минут для того чтобы одеть на нее тройник честно говоря я не рекомендую вам брать трубу толщиной стенки полтора миллиметра потому что но намаетесь вы с ней очень серьезно когда буду делать следующий капельный полив то буду конечно использовать капельную трубу где-то 1 и 2 1 и 3 миллиметра стенки я посмотрел уже они более-менее не такие твердые но тем не менее все получилось поэтому я очень рад что сделал капельный полив всем спасибо за внимание хорошего настроения пока